Это отраслевой интегратор, который представляет интересы Росатома за рубежом. Мы продвигаем российские атомные технологии, большие станции, атомные станции большой мощности строительства, поставка топлива, сервис, обращение с АЯТ. Помимо больших атомных станций у нас добавились новые продукты. Мы работаем с Центром ядерной технологии, продаем их за рубеж. Когда слушаете на дне информирования выступление генерального директора госкорпорации, слышите про зарубежные успехи, мы к этому имеем отношение. Что здесь еще важно, мы являемся таким окном между Росатомом и рынком, и часто информацией с рынка, что ему нужно, возвращаем в Росатом. Если следующий слайд нажать, география присутствия Росатома огромная. Мы работаем в разных странах, на разных стадиях. Где-то идут переговоры по контрактации, где-то мы участвуем в тендере, где-то начинаем вести работу, рассказываем про Росатом. И что очень важно, почему до Весити и тема про мужчин и женщин меня, например, заинтересовала. В ряде стран тема, действительно, возможностей для женщин очень актуальна. Я работала в глобальной компании 86 стран. Если в России показатель 25% борда должно быть женщин, норма, и мы увидим, я покажу пару цифр, что для Росатома тоже так, то для Америки или ЮАРа совершенно такие почти заоблачные цифры. Действительно, есть страны, коллеги сегодня про это говорили, где сложно женщине пробиться. Для меня с детства, у меня не было проблем никогда, лидер, он и есть лидер, неважно, мужчина и женщина. Нам повезло, в Советском Союзе, в России оно так. Мы все, с точки зрения талантов, успехов, желания, самое главное, мотивации. Но есть страны, где действительно женщина талант его успешно пробиться не может. Поэтому эти страны уделяют особое внимание возможности дать равные права женщинам в бизнес. Поэтому Росатома спрашивает, а что вы, какие возможности вы даете женщинам? А как у вас? Мне стало интересно посмотреть, а как у нас в целом, Росатома. Я взяла, запросила, у нас есть, если следующий слайд нажмете, Гренатома замечательный, в котором многие компании обслуживаются. Вот 115 тысяч наших сотрудников занесены, 115 копейками, в Гренатомовскую базу. Вот среди них оказалась военная часть, вот нет, только межная часть отрасли, 67% мужчин, 33% женщин. Раз, две трети, одна треть, мужская отрасль. Посмотрели руководителей, порядка 15 тысяч руководителей, уже другое соотношение, 17,5% женщин. Топ-1000 взяли, 11,6% всего женщин. Правда, в топ-30, то, что мы можем рассказывать, показывать, Борде, да, в верхнем руководстве, 24% женщин, что очень даже неплохо. Что еще интересно? Мы смотрели недавно проект Макинзи делал по реализации дорожной карты Росатома по строительству как раз за рубежом атомных станций. Так вот, посмотрели статистику по концерну Атомстроякспорту, руководители проектов, которые занимаются реализацией этой дорожной карты. Одни мужчины. Ни одной женщины я там не увидела, к сожалению. Теперь один слайд про нас. Мы компания Интегратор, а интеграция – это доля женская. Женщина по природе своей Интегратор. Она, я смотрела в YouTube, интересно, может быть, видели в формате TED-выступления лекцию про мужской и женский мозг. Наверное, ну не знаю, кто видел, смеется. Да, да, да. Конечно, у мужчины все, кажется, в коробочке в отдельном, все отдельно. А у женщины все там, как перепутанные провода, и она все время все со всем соединяет. Вот очень, если вы наберете, я думаю, понравится. Вот мы, организация Интегратора, мы все, мы соединяем всех, и поэтому, видимо, у нас баланс. У нас почти 50 на 50 мужчин и женщин. И в руководстве тоже у нас 34, да, треть женщин. И в топ-13, да, в Борде у нас 23%, тоже неплохо. И даже в проектах у нас 25%, четверть женщин. Вот как раз руководитель проекта ЮАРовского, где был запрос про дайверсити, про сколько женщин в сад, была женщина. И ей очень легко было рассказывать, потому что она представляла РусАР, она руководила проектом. И, в общем, в той стороне было это очень интересно. Следующий слайд. Почему женское лидерство на сегодня, почему дайверсити, это не только про цифры, про статистику, сколько там мужчин, женщин, сколько разных представителей разного возраста, сексуальных меньшинств, представителей разной религии, почему мир меняет, люди не греют, люди разного возраста, старения, Европа в Америке, да, люди все дольше живут, дольше работают, да, молодое поколение входит. Поэтому, поскольку мир многообразен, компания, чтобы отвечать на вопрос, например, тоже должна становиться многообразной. И все много, наверное, слышали про муку, да, что мир меняется, мир, скорость изменений сумасшедшая, интернет взорвал, да, технологии меняются. Слушала Макинзи потрясающие данные, что 50% профессий к 35-му году исчезнут, будут автоматизированы. Потому что 40% компаний, которые входят в топ-500 мировых по рейтингу, стендерсинг-порт, тоже в ближайшее время заменятся. Очень быстрая скорость изменений. И компаниям, чтобы выжить, надо отвечать на эти изменения. И в этом смысле, если следующий слайд поставить, тоже, наверное, многие из вас видели, есть новые требования к лидерам, глобальные, не только в России, в любой стране, да, эти лидеры должны быть другими. И на мой взгляд, женское лидерство, это как раз те черты, которые помогут компаниям выжить. Потому что женщины по природе своей многозадачны. Мужчина, он одно дело может сделать в одно время. Женщина, она может переключаться, может сейчас, поскольку, надо быть гибкой, и это тоже женская черта. Надо уметь коммуницировать, уметь слушать. Слышали, наверное, про Шайнера, про четыре типа слушаний, про генеративное слушание, когда идеи рождаются, как мы обычно слушаем, как слушают и мужчины, как обычно. Человек рассказывает что-то, а ему в ответ слушающий думает, «Ну да, это я знаю так, вот ты тут оценивай, тут так, тут не так». Второй тип слушания, когда открытый ум называется, когда слушающий думает, что-то там интересненькое, вот слушаем презентацию, какие-то факты, запишу-ка я себе. Третий уровень слушания, когда открытое сердце, когда не только факты собираешь, но смотришь, что действительно, может быть, инсайты какие-то придут, может быть, что-то слышится, что-то для меня важно. А четвертый еще более высокий уровень, про который сейчас много говорят, говорят, что в этом успех, когда люди не могут договориться, вот если это слушание включается, называется это генеративное интервью или генеративное слушание, когда ты воспринимаешь человека, как будто с тобой через него говорит Бог. Ну, такое само метафорично, да. И самое интересное, что с друзьями мы так общаемся, с людьми, которые с нами на одной волне, мы действительно, один рассказывает, второй включается, у него инсайты, он добавляет что-то, рождается идея новая. Но когда так разговариваешь, когда ты встречаешь человека, который совсем другой, своего конкурента, врага, это очень сложно. Но я попробовала на себе, когда ты так начинаешь слушать человека, который сильно от тебя включается, меняется все. Меняется пространство разговора, меняется результат этого разговора. Это очень важно. У женщины эмпатическое слушание, слушание открытым сердцем от природы. Соответственно, вот этот четвертый вариант слушания женщины тоже очень легко развить. И если мужчина начинает использовать эти инструменты, развивать в себе свою женскую составляющую, они тоже становятся успешными. Они начинают слушать, они учатся слышать, учатся договариваться. И если следующий слайд открыть, мне кажется, что есть черты женского лидерства, которые позволяют в этом сложном мире нам помочь нашим компаниям выжить, добиться успеха, стать гибче, стать, ведь русатома очень мужская структура, она очень жесткая, она очень стабильная. Все стабильно, система, все структурировано по ячейкам, по коробочкам. А ведь сколько руководство наше говорит? Горизонтальные связи, коммуникации, сквозные процессы, сквозная себестоимость. Все наши приоритеты про глобализацию, про новые продукты, про новое. И здесь нужно женское, нужна интуиция, нужно умение коммуницировать, умение создать среду. У нас изменения, реорганизация в компании всегда сложна. Представители трех разных направлений, которые раньше вместе не работали, собрались вместе, выходной день, еще лучше мотивация, правда, решать вопросы. И тут приходит наш вице-президент по стратегии, женщина, приносит пирог, который она испекла специально. Совершенно другая обстановка, другой формат, совершенно по-другому идет разговор. Женщина умеет менять ситуацию, организовывать пространство и использовать это для того, чтобы в компании, на благо окружающих. Опять, это может сделать не только женщина, женская часть, в любом человеке, в мужчине тоже, если мы учимся этому, если мы осознаем это, очень меняет наш мир, наше своем пространстве. И мультизадачицы, мы уже про это говорили, про эмоциональный интеллект, это очень модная история, она опять тоже не про мужчин и женщин, просто женщина по природе эмоциональна, но мужчины сейчас тоже понимают, без эмоционального интеллекта, без эмпатии далеко не уедешь. Надо уметь слушать, понимать, принимать то, что говорят, искать общее. И женщины, наверное, слышали, лет 15 назад меня поразило исследование, наверное, с конференций, западные какие-то ученые исследовали там мальчиков и девочек на разных возрастах. Так вот, отличие с детского сада, буквально с горшков в яслях, когда мальчики два разговаривают друг с другом, один другом говорят, «А у меня папа такое в торбе», «А у меня папа круче». А вот девочки, когда на тех же горшках, девочки говорят, «А у меня мама такая в торбе», «А у меня тоже такая». И это по жизни, примерами, цитатами, как сказать, надо показывать, что это природа. Вот тоже про объединение, про гармонизацию, глобализацию, это, в общем, женская черта, и ее надо использовать. И что важно, девочка вырастая, обретает свою, ну, если все хорошо, все нормально развитие, женскую часть, она такая нежная, незащищенная, она такая вся воздушная, это здорово. Но дальше, не очень сложно в мужском мире пробиваться. Женщина выходит на работу, на воздушную, получает первый опыт, пробивается, и учится мужские качества. добиваться цели, там, если что, кого-то поставим на место, агрессия. Это важно, это важно в развитии, это следующий шаг. Но если она на этом останавливается, мы получаем женщину, мужчин бьют, говорят, с яйцами, извиняюсь за выражение, но это так и есть. И очень много лидеров, когда вот такой чертой. Но что важно, мне кажется, это третий уровень, когда женщина знает, что она может в любой момент, у меня вот такая руководительница была, топ-10 российских бизнес-женщин, мужчины очень серьезного уровня просто замолкали, переходили на другой тембр и разговаривали, потому что такая энергетика, что она любому на место. Но при этом всегда важно какое-то мероприятие, все готовятся, а она едет и прическу делает, маникюр, потому что она говорит, ну я же женщина, я же должна. И она реально вот это лидер российского уровня, топ-10 российских бизнес-женщин. Сохранение в себе, умение и силу, и мужскую часть, и женскую вот эту вот, и красоту, да, я здесь для красоты, и гармонию, и гибкость. Мне кажется, это вот то, что делает женщина настоящий лидер. Что для этого надо? Следующий слайд. Мне кажется, первое, быть осознанным, понимать себя, понимать, в чем мои сильные стороны, слабые, с этим работать, слушать себя и доверять. Очень часто важно оставаться собой, несмотря на что. В нашей среде трудно, научиться понимать, что это мое, это критически важно. Важно находить источники наполнения себя. И это мы, наверное, не только для женщин, для мужчин, стресса много, мир усложняется, стрессует организация в стрессе, люди в стрессе, поэтому женщины особенно, эмоционально подвержены. И очень важно находить те способы, у каждого они свои, кто-то рисовать ходит, кто-то танцевать, кто-то медитирует, кто-то фитнес, а у каждого свое. Очень важная история уделять этому времени, находить, потому что женщина отдает. Если женщина не умеет наполнять, ей нечего отдавать. Тоже много примеров знаю, когда человек истощенный, дать ничего не может. И человеку плохо, и компании, и всем окружающим. Важно иметь возможность научиться наполнять себя, несмотря ни на что. Если ты в ресурсе, то дальше все само собой складывается. Люди нужны, появляются, решения находятся. Ну и третье, что важно, это иметь группу поддержки, иметь единомышленников. Потому что иногда всем нам бывает сложно, бывают разные темные периоды жизни. Очень важно, чтобы были те, кому можно позвонить и поговорить про это. Очень важно, чтобы люди собирались, близкими по духу, обсуждали, а что делать, как бы помогали друг другу. Мне кажется, женское объединение может быть как раз таким источником поддержки, источником нахождения лучших практик, опытов, для того, чтобы помогать нам двигаться дальше в этом сложном мире. В общем, здесь образы моих коллег прекрасно. Вот они у нас в декрет уходят, у нас прекрасные женщины-лидеры. Вот если следующий слайд, еще чуть-чуть образов для нашего права полушария. Вот Раусу повезло, у нас прекрасный коллектив в этом смысле. И я хочу вам сказать спасибо. Все, я на этом заканчиваю. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...